Урматы депутаттар, Гичне ашықча болып қалдығы, Эмі, че төлкөдің геліп, Праступканы қылса бұл жерді. Мейлі, джаза кодекс мен, Оғыр қылмышты қылса бір жөн. Амдай, оғыр мес болса, қылмышты қылса, ананты, 10 жылға бяқа гирвесін деп, Ушына чекімді чығарса бұл ашықча болып, Мен ойым че. Месалы беқтат туралы, Міна, Урмат Самаев колега жақшылы сұрун берді, Месалы беқтай юбилі жашаса, Өзі Расиядан гелсе, Біргічің ке қылмышты, Праступканы қылса, Сразым 10 жылға беқа гирвейт деп, Ушына чекім чығарса бұл ашын. Анатты, бұл че төлкөдің, Джаран, Джебары Пахчаны төлешкерек, Взятканын бершкерек, Мілиція қызмәткерене, Ушына чекім чығарвады. Менің чашыға бұл калдығы, Наталья Валадың, по-моему, надо во втором чтении не спеша посмотреть, Это очень нехорошо ударит, Особенно по кодексу о проступках. Но это же менее тяжкие, Не особо тяжкие преступления. Причем там могут быть штрафы быть. Дастан Долубаевич, спасибо за вопрос. На самом деле мы дважды возвращались на заседание комитета во втором чтении к этому вопросу. И ряд вопросов обсуждали, в том числе и этот. Речь идет о том, что, безусловно, в соответствии с кодексом о проступках и уголовным кодексом Кыргызской республики, решение о тех мерах, которые будут соответствовать по запрету на въезд, срок и так далее, конечно, связаны с тяжестью совершенного преступления. То есть никто не говорит, что, допустим, за определенные проступки сразу. Если, тем более, здесь посмотрите, в статье очень точно написано, если отсутствуют установленные законодательством Кыргызской республики в сфере внешней миграции основания для пребывания на ее территории. То есть в данном случае МВД и ГКНБ, органы, которые занимаются данной процедурой, и на сегодняшний день в связи с тяжестью преступления в разработанных подзаконных актах будут четко определены те виды преступлений, по которым определенные сроки применяются. То есть это все передано правительству, в полномочия правительства. Но, безусловно, во время обсуждения мы тоже говорили о стороне соблюдения прав человека, о стороне, скажем, Конституции, которая гарантирует права, в том числе, не гражданам. Наталья Владимировна, я просто вам пример приведу. С России приехал человек, открыл, допустим, здесь предприятие, завел семью. Да, может, не 30 дней он там без регистрации находился, 31 пробыл там, 32 дня пробыл. Ну, бывает всякого, где-то с друзьями выпил, ну, слегка подрались, это уже попадает под кодекс о проступках. Выходит сотрудник милиции, говорит, хорошо, все, ты не въездной, 10 лет тебе не въезжать в Кыргызскую республику. У него здесь бизнес, скажем, есть. 32 дня, вот он там просрочен, может, на два дня больше здесь задержался. Вот, представляете, из этих два дня, за маленькую драку, мы говорим, 10 лет тебе не въезжать. А он здесь полюбил девушку какую-то, детей сделал. Что ему теперь? Дастан Долобавич, я думаю, да, вы такой сценарий практически, режиссерский. А таких сценариев в жизни очень много может быть. Я понимаю, да, то есть ситуации бывают разные, но тем не менее. Хочу обратить внимание, что именно предусматривается коридор по срокам. И никто не говорит, да, о том, что за тяжкие, особо тяжкие преступления будут, скажем так, за тяжкие, особо тяжкие предусматриваются достаточно серьезные меры и по срокам запрет на въезд. По той ситуации, о которой вы говорите, они и на сегодняшний день происходят. Механизм выдворения и на сегодняшний день работает, да? Поэтому, Курсан Сатарович, я думаю, конкретный пример. Дастан Долобавич. Дастан Долобавич. Наталья Владимировна, я читаю законопроект и юридически его оцениваю. Здесь нет привязки к особо тяжким преступлениям. Здесь, говорится, ссылка на кодекс о проступках. В кодексе о проступках в основном штрафы прописаны. Если штраф вынесен, уже даже за это можно юридически на 10 лет запретить въезжать сюда в страну. И то, что Курсан Сатарович говорит, не это только по терроризму, здесь так не написано. В законопроекте написано четко, вот почитайте, юридическую оценку сделать. Даже правовая экспертиза даже об этом говорит. Поэтому я просил бы вернуть ко второму чтению. Мы с этим законопроектом очень много проблем заимеем. Вот поверьте мне, будет очень много обращений потом. Спасибо. Спасибо большое. Мы учтем, Дастан Долобаевич, ваши предложения. Хочу отметить, что здесь как раз на правительство возлагается разработка соответствующих нормативно-правовых актов. То есть коридор усмотрения быть не должен в целях соблюдения прав человека. Это однозначно и понятно. И поэтому мы этот вопрос и задачу также поставили перед правительством. Более того, комитет будет контролировать разработку подзаконных актов с тем, чтобы с точки зрения прав человека и антикоррупционных дискрепционных возможностей этот вопрос, конечно, был понятен и прозрачен. И вот таких ситуаций, о которых вы говорите, не случалось. Курсан Сотарыч. Курсан Сотарыч. Ошондуқтан біз аларды чығаралывайыз. Алар жүрөт, біз ошоғым, ал, жақын арада біздерін алдыңызарға румат дептаттар. Чаңы мұйзам долборуын алт келес. А бүгін күні күні каралып жатқан барды мұйзам долбору. Бұл жазасының өтіп, чыққандан кейін, кандайқылы біз сұртқа чығар ауыз. Ошоғым маселер каралып жатқан. А сіз айтпы жатқан каралған неме, бұл жағын кодексе бірде каралған емес. Баққа сіз айтпы жатқан дар еген еркен жүрөөрет бізді мамлекет өзде. Расиядан гелеві, Турсиядан гелеві, Кытайдан гелеві. Сіз айтпы жатқан тап тап тапыр башқа, ұстатялар. Ошондуқтан біз бұны іштеп жатқа өз. Бұл жағын кодексе бұл жағын кодексе бізге тапшырма берген. Наталия Владимарадағы өткенде көтер өкетті бұл сұроны. Ошондуқтан бұны тур үшін үзер. Бұл жазасын өткенден гейін, сұртқа қығару маселесі қаралып жатат бүгін күнде.